Заболеваний очень много, но по опыту работы, все-таки это, наверное, онкологический профиль, это онкологические заболевания. Очень много пациентов с новообразованиями толстого кишечника, щитовидной железы, так как у нас край, в принципе, эндемичный по щитовидной железе, нехватки йода. Наверное, вот онкологический профиль пациентов больше. Прошлый год был тяжелый, так как все ковидные госпитали закрывались. Был очень большой поток и текучка среди врачей, многие увольнялись, уходили в частные клиники. И, конечно, 2021 год знаменован больше перестройкой медицины. Много молодых специалистов пришло в учреждения, много старых специалистов ушли в частные клиники. Но я считаю, что мы справились с этим, мы побороли это. У нас очень много сейчас новых сотрудников, которые внедряются в работу и хорошо выполняют свои обязанности медицинские. Свиной грипп характеризуется сейчас высокой контагиозностью. Это заболевание, передающееся респираторным путем, очень высококонтагиозное. То есть достаточно контакта полминуты для того, чтобы заразиться. Как правило, это заболевание, которое протекает, как обычный грипп, просто с высокими температурами. Сейчас проблема в том, что очень много микс инфекций. Сейчас непонятно, то ли это ковид, то ли это грипп. Но лечатся они примерно одинаково, поэтому если человек своевременно обратился в медицинское учреждение, все достаточно протекает быстро, температура спадает и все. Просто если пациенты ходят неделю и не обращаются, а потом уже обращаются с пневмониями, с осложнениями, тогда это уже сложнее все. Сила ковида, как раньше, она отступила. Он смешался с другими заболеваниями, с гриппом А, с гриппом Б, с иным гриппом. Он уже протекает не так тяжело. Как правило, тяжело переносят эти заболевания люди с сопутствующими заболеваниями. Сердечно-сосудистые системы, с онкологическими заболеваниями, с пациентами с оперированными легкими, когда резерцированная легкая была, тогда, естественно, это будет тяжелее. А так, конечно, тяжесть течения сейчас уже намного легче. Недоверие к бюджетным учреждениям может быть связано с ковидной эрой, потому что все-таки люди не были готовы к такому потоку больных, к такой тяжести течения этого заболевания. Многие врачи ушли в частные клиники, а сейчас многие возвращаются. У меня все равно оптимистичный взгляд на медицину, в принципе. Я вижу много благодарных пациентов, я вижу много выздоровевших пациентов. И я, как врач, верю в медицину, верю в перспективы, в будущее, в финансирование. И, не знаю, мне кажется, каждый врач должен начинать с себя. Наша качественная работа, адекватное оказание медицинской помощи будет вызывать доверие пациентов и любовь к ним.